Спортивная школа «Затофокина» в числе еще 25 муниципальных образований Приморского края получила в дар новый школьный автобус. Транспорт, закупленный на средства краевого бюджета, передали представителям спортшкол в торжественной обстановке. Церемония прошла на Центральной площади Владивостока. 4 сентября в столице Приморья состоялась торжественная передача школьных автобусов белорусского производства детским спортивным учреждениям «Краем». В числе счастливых получателей ключей от нового автомобиля были и представители спортивной школы городского округа «Затофокина». Вчера мы ездили во Владивосток на торжественное мероприятие по вручению муниципалитетам для спортивных школ автобусы. Спасибо большое, что выделили нам автобус. Теперь я думаю, что у нас не будет таких проблем при выезде на соревнования. Новый автобус станет хорошим подспорьем для юных фокинских спортсменов, чтобы расти и развиваться на пути спорта. Ребята из небольшого приморского городка получат счастливую возможность активнее участвовать в соревнованиях межмуниципального, краевого и регионального уровней. Надо будет ломать голову, на чем ехать. Родители тоже не всегда у всех свои заботы не могут, поэтому большая тут была проблема с выездами, особенно на такие недалекие расстояния. Но сейчас, я думаю, с получением автобуса, я думаю, что все проблемы уйдут. Наш город находится в проблематичном направлении, можно так сказать. Железной дороги у нас нет. Автотранспорт, который ходит на ход к Владивосток, это проходящий. Не всегда можно купить билеты. Поэтому вот это большая проблема была. Но сейчас, я думаю, будет немножко попроще для того, чтобы вывозить детей на соревнования. Надежный вместительный автобус на 30 посадочных мест без сомнений решит острую транспортную проблему. Теперь воспитательники спортшколы смогут без труда выезжать на сборы и чемпионаты, не арендуя транспорт у коммерческих перевозчиков. Очень хороший автобус в плане вместительности, комфортности и, самое главное, возможно везти и все снаряжение. Это и мячи, и форма. Короче говоря, все, что везут спортсмены с собой, можно нормально в багажное отделение положить. Есть место, двигаются кресла, можно положить и в салон, и тем самым обеспечить участие в любых соревнованиях. Автобусы новые, то есть буквально пробег 400 километров, они на гарантии, соответственно, в сервисном центре МАЗа они будут обслуживаться. И будут на нем передвигаться в основном, конечно, наши спортсмены, это на соревнования, потому что у нас, сами знаете, проблема обычно выехать на соревнования, это заказать автобус. Это довольно дорогостоящее такое мероприятие. Со своим автобусом расходы сокращаются в разы. На территории городского округа открыты две детские спортивные школы в Фокино и в поселке Дунай. Кроме того, работают спортивные федерации, бокса, самбо, восточных единоборств, большого тенниса. С каждым годом все больше и больше детей вовлекаются в спорт. Участие в выездных соревнованиях поможет юным спортсменам реализоваться полностью. Мы очень рады, что у нас наконец-то появился свой автобус, и теперь можно будет не самим на машине ездить, а теперь есть автобус, на который может нас довезти на любые соревнования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!